всех приветствую господа на своем канале сегодня взглянем на diablo diablo уже с дополнением на консоли playstation 4 как вы можете видеть уже нахожусь в главном меню на выборе персонажа мало чем консольная версия отличается от пк версии присутствуют все те же самые персонажи что и в пк то есть варвар мужчина женщина в правом верхнем углу в окошке можно видеть различные умения персонажей которые показывают крестоносец мужчина охотники на демонов охотница монахиня монах колдун колдунья и чародейка и чародей разные персонажи с разными умениями давайте возьмем для первого нашего обзора колдуна можно выбрать простой режим игры можно выбрать героический режим игры героическом режиме при вашей смерти ваш герой умирает и больше вы играть не сможете довольно таки интересный вариант хардкор как таковой ну и если будете играть на простом в простом варианте игры софткор ну давайте возьмем хардкор так интересней женщина мужчина давайте возьмем женщину у нее очень приятный голос похож в игре озвучивала дама с очень похожим голосом на главного героя девушку из фильма аватар сейчас услышите предлагает выбрать имя персонажа там уже заранее какое-то выбрали давайте его и оставим вот появляется наш персонаж так настройки игры здесь мы можем выбрать компанию приключения но так как я в общем-то другими персонажами уже играл и проходил то мне есть выбрать возможность выбрать приключения но для тех кто только начнет будет только компания здесь можно выбрать акт задание здесь можно поменять сложность на первых уровнях сложность можно будет поставить только обычную высокую и эксперт все остальные сложности будут закрыты всего как вы видите сложностей 10 штук но еще одного свободно и наверное будет может быть как когда-то еще более высокий уровень сложности ну то есть получается 10 уровней сложности выберем обычный как видите да при каждое довышение сложности вам дают повышенное количество золото и опыта при убийстве мобов чем больше сложность да тем больше золото опыта и вот уже с уровня мастер мобы 61 уровня и выше могут оставлять царственные самоцветы самоцветы это камни в игре которые вы можете вставлять в оружие в свою экипировку для их усиления ну мы выберем обычную сложность и давайте посмотрим саму игру мой путь лежит в невиданные земли далеко остались джунгли где я родилась и выросла мое знание о мире растет мое племя отреклось от меня изгнала до конца моих дней говорят я противлюсь духом но нет они направляют меня духи одной мне открыли правду о небесном огне о конце мира который нужно остановить я живу чтобы служить духом я их единственная избранница и и и и и смерть витает в воздухе упавшая звезда где-то рядом вот наш персонаж появляется на входе в новый тристрам как вы видели прекрасный зарисованный ролик от компании blizzard еще лучше ролики синематические и кинематические которые они создают просто прекрасны давайте пойдем посмотрим что нас ждет впереди вот так вот выглядит меню умений здесь герой с его вещами которые может одеть показания уровня и так далее здесь умения персонажа которые будут открываться по прохождению по повышению уровня есть умение активные есть умение пассивные это сказал шкала совершенствования при когда вы начнете новым персонажем при начале игры она вас будет пустая так как у меня уже есть персонаж более выше выше 70 уровня то дальше по получению капа так сказать предела 70 уровне за каждый новый уровень вам будут давать очки совершенствования и вы можете вкладывать их в различные умения всего 4 группы характеристики атака защита и другое здесь в менюшечке отображаются задания так ну давайте что еще а в отличие от пока версии в общем-то отличие совершенно никаких здесь графика как вы видите также на уровне единственное на правый стик здесь есть такая вещь как перекат пока версии такой персонажа делать не мог здесь они могут так вот перекатываться как вы видите наш персонаж польется отравленными дротиками в начале здесь есть описание этого у меня духи сказали мне ступай найди колыбель упавшей звезды и вот я здесь звезда упала на старый собор выжил только один человек ли я тебе лучше поговорить с ней еще мертвецы мы не сможем открыть ворота пока не отбросим их когда же это кончится как видите старые новые три храма создают зомби людей помогаю никогда не видел чтобы кто-нибудь так сражался открыть ворота лию ты найдешь в таверне закланный теленок как вы можете видеть наш персонаж получил второй уровень было открыто новое имение которое называется объятие смерти выглядит она вот так можно почитать его описание очень хорошее умение поможет нам с персонажами с неписями можно общаться могут рассказывать вам различные истории они я приехал сюда чтобы изучать гибель старого тристрама вот уж прикоснулся к истории ничего не скажешь мертвецы отравляют нам жизнь с того самого момента как на нас упала это проклятие их приходится сжигать чтобы только они не восставали из могил очень все красиво дорисовано и качественно закорумиты навлекли на себя позор есть ли вера способная нас спасти настал конец света разве вы не видите в игре есть торговцы сегодня у меня есть для тебя кое-что особенное у которых можно покупать различные вещи также и можно продавать различные вещи давайте вот купим у него топорик можно купить у него броньку перчатки различные другие вещи но это мы все возьмем потом так герой выбираем наше оружие и нажимаем на него чтобы его одеть вот наш герой уже таким вот топориком будет бегать у игры очень богатый лор очень интересная история ведущая еще с предыдущих частей так как у меня видите уже пройдено здесь уже стоит кузнец кузнец появится позднее немножко по по прохождению игры есть сундук тайник который может охранить различные вещи и эти вещи можно брать со всех персонажей то есть общий такой тайник сундук для всех ваших персонажей можно брать книжечки читать долгие годы люди боялись селиться вблизи руин тристрама проклятого города но через какое-то время к древнему собору в поисках наживы стали стягиваться различные искатели приключений когда они разбогатели и обзавелись соответствующими потребностями и был построен новый тристрам в наши дни в городе все реже можно встретить путешественников а живут там в основном ремесленники и крестьяне декарт кайн один из ключевых персонажей в игре рассказал нам историю нового тристрама девушка ли которая выжила при нападении вот она поговорить ли я капитан говорит ты пережила падение звезды это правда но при катастрофе пострадал дядя декарт взрывом его отбросил на нижние уровни собора я пыталась найти его но мертвецы уже начали оживать тогда я вернулась в город чтобы собрать ополченцев но это мое дело загнивает видели вы только что насколько интересно полезно у меня 2 если ничего не предпринять мертвецы убьют нас всех я чувствую вокруг сильную хворь но ее можно излечить спасибо поговори с капитаном рамфордом у городских ворот он скажет чем ты можешь помочь илья посылает который нас встречал у ворот давайте заглянем в комнату ли здесь тоже есть книжечка которая можно прочитать которая нам расскажет немножко о истории нападение продолжается уже шесть дней дядя декарт все еще не объявился капитан рамфорд и остальные жители начали впадать в отчаяние я твержу им что надо надеяться на лучшее но если никто не придет к нам на помощь то здесь также есть торговец добро пожаловать в таверну заклонный теленок если найдешь что-нибудь ненужное приноси мне может куплю за пару звонких монет так и на гроб накопишь здесь можно общаться практически со всеми гробами неписями чтобы все вокруг не говорили так штука что свалилась с неба никакой не камень из-за камней мертвецы из могил не встают и они все что-то вам рассказывают по большей части никогда еще не видела столь грозная искательница приключений ты пришла нам помочь вот у некоторых неписей игровых персонажей есть даже целые такие довольно таки длинные истории раньше три стран был таким прекрасным местом моя семья живет здесь с тех пор как город возродился на руинах старого три страна но сейчас здесь воцарился от все те кого мы погребли и оплакали теперь угрожают нашим жизням из города вышли 16 ополченцев вернулся один рамфорд да поможет на макарат не стоило строить город на этой проклятой земле может декарт был прав и диабло мучает нас даже после смерти также здесь есть вот такая книга кайна она помогает разгадывать свойства предметов которые вы найдете эпических чтобы не по одному их так сказать разгадывать узнавать а сразу несколько штучек вот мы зашли в дом декарда кайна здесь еще одна книжка есть дневник декарда кайна часть первая наконец-то мы прибыли в старый тристрамский собор именно здесь диабло владыка ужаса впервые завладел человеческой душой и именно здесь я наконец обрету ответы на те вопросы что терзают мне душу ли я волнуется за меня но я не сомневаюсь что только в соборе можно узнать как победить оставшихся владык преисподней ну из этой книжечки мы наверное понимаем что декарт кайен собрался отправиться старый тристрамский собор чтобы разгадать загадки связанные я был капитан рамфорд давайте с ним поговорим как мне помочь вам справиться с мертвецами я восхищаюсь твоей храбростью но эти твари убили капитана далтина и ополченцев только мне удалось спастись жертва твоих друзей воинов спасла ваш народ я продолжу их дело ну что ж я видел тебя в бою убей проклятых матерей и их королеву это они порождают эти кошмары это одна из проклятых матерей в руинах дальше по дороге их намного больше капитан рамфорд попросил нас справиться с проклятыми матерями матерями и их прислужницами мы ходим на старой крифтанской дороге видно что здесь куча всяких зомбаков они там сидят кого-то кушают у костра походу сразу встретил тканевый жилет мы нашли как видите если у вас какой-то вещи персонажа не одет а вы сейчас автоматически сразу одевается можно спуститься в какой-то погреб посмотреть что там внутри внизу несколько зомбаков трупы и мы нашли сундучок сундучки и ботинки которые тоже сразу же оделись потому что на наших лапках ничего не было еще один сундучок нашли здесь денежка и пояс кушак тоже сразу оделся уровни как видите ограничены вот так вот открывается карта на карте вон там кружочком блестящим указана цель куда нам нужно идти ну слева вам показывается ваше задание которое вы сейчас делаете новое умение как вы видели было написано что мы получили знания о новых монстрах его можно посмотреть вот здесь вот здесь можно почитать но если хотите можно также послушать приветствую тебя дорогой читатель меня зовут абд аль хазир я путешественник ученый и исследователь и я много странствовал по миру и собрал множество знаний о его самых удивительных обитателях часто подвергая себя смертельному риску к примеру недавно в хандарасе в мой шатер пытались забраться иглу если желание вы можете слушать истории которые будут вам рассказывать абд аль хазир про его путешествие и его встречи с различными монстрами как вы видите вы стали записки странника из поверженного рыцаря исследуя пещеры в поисках сокровищ я наткнулся на жуткое зрелище гору трупов невероятно но когда я стал обыскивать их в поисках ценностей тела вдруг ожили нужно рассказать обо всем жителям нового тристрама пока еще не слишком поздно там дали нам новое умение можно вместо дротика поставить поставить вот таких вот паучков трупные пауки называется и наш персонаж будет бросать кувшинчик из него будут вылазить паучки которые будут атаковать довольно-таки интересный момент как видите да тут только мне один вот такой вот толпой сразу бросаются такой проклятые матери вновь обрели покой завершили мы задачу убили трех проклятых матерей а здесь видим выполнен дневничок написано дневник варива варив это один из путешественников из прошлых частей диабло я возвращаюсь в хандара спустя 20 лет полных горести и разочарований может быть это кара за то что я помог незнакомцу выследить темного странника всегда считал декарда кайна безумцем ну что если он был прав возможно ему по силам спасти меня от те ненависший над моей жизнью давайте посмотрим что в этом погребе а 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 и открыли новые умения новую категорию мере и теперь мы можем призывать псов зомби теперь с нами будут бегать 3 вот такие вот зомби собачки как видите из одного из модов и пол короткий меч вещь серая она в общем-то не лучше и вот мы с вами заходим старого города дары три стран это место до сих пор накрыта тенью diablo вот простой кинжальчик уже синий вот видите в левом нижнем углу над нашей кружочком с манной и полоской жизни показывает что мы подобрали новый предмет и зеленые полосочки показывает что он сильнее нашел топорика здесь вот в инвентаре можно сравнить показатели и мы видим что он посильнее по урону в секунду атаке так что мы его оденем и наш урон поднимется нашли сундучок старым дневником городе паника говорят лохданан прикончил короля если это правда то наконец-то мы вздохнем свободно наши псы зомби как видите довольно свирепо и атакует еще одна броня которую мы нашли давайте посмотрим вот эта броня чуть-чуть получше чем то на которой на нас одета давайте возьмем ее оденем внешне они отличаются но на начальных уровнях не особо сильно на ковальне ярости и оружейные столики здесь насколько я понимаю насколько я помню из предыдущих частей это была кузница кузнеца гризвольда который в первых частях ковал нам оружие и помогал нам бороться с дьяволом да старый тресторам полностью разрушен и покинут мы убили главную проклятую мать дальше нам не пройти нам нужно вернуться обратно в город такие вот врата странствий существуют с помощью которых вы можете перемещаться по локации мы с помощью этих врат можно вернуться в новый тресторам и поговорить с капитаном рамфордом спасибо за помощь может быть поговоришь с ли она все рвется идти спасать своего дядю это хорошо я помогу ей выполнили мы задание которое нам дал капитан рамфорд получили в награду наруча и опыт с монетками давайте поговорим с ли я помогу тебе найти твоего дядю сначала мы должны открыть ворота собора стражи заперли их еще до того как попали в засаду рамф рассказал мне что им удалось добраться до хижины адрии должно быть ключ все еще там ли я говорит что поможет вам открыть ворота старом тресторами и говорит о некой адрии и хижине сюда я открою ворота адрия моя мать но мне мало что про нее известно она умерла когда я была совсем маленькой меня воспитал дядя дикар ты знала своего отца мне сказали он был великим воином он исчез когда три стран пал под натиском демона лена рассказала историю о адрии адрии оказывается это ее мама смотри тут есть подвал спускайся за мной это хижина адрии насколько я понимаю здесь есть подвал это место большой силы твоя мать хранила здесь свои секреты поговаривали что она была ведьмой но я никогда не верила слухам ну вот нашел секретон далтин который защищал новый три страны и которого постигла печальная участь превратился в зомби и как-то оказался здесь вот ключ и дневник мамы меня обеспокоило то что я успела в нем прочесть я должна больше узнать о ней но это может подождать сначала мы должны спасти дядю дикарда я найду дикарда кайна а ты останься тут раскрыв тайны своей матери ты можешь узнать много важного спасибо тебе вчера вечером ко мне приходил айден тяжкие думы одолевали его я утешила его как умела но куда бы он ни шел ад всегда будет следовать за ним над тристрамом снова сгущаются тени но как и айден я покину город пока еще не поздно из дневника адрия мамы ли мы узнаем очень старую историю еще связаны с диаблоди про айдена который уходил из тристрама как вы видите над лея синяя звездочка значит можно с ней поговорить видите она может нам рассказать еще несколько историй про тристрам про смерть адрия долгие годы дядя обходил эти места стороной тут его ждали лишь призраки прошлого именно здесь диабло свел с ума старого короля лиорика и держал в страхе все его королевство не знаю что случилось здесь на самом деле но это было ужасно почти все оставшиеся в живых потеряли рассудок и может нам еще рассказать про смерть адрия мама адрия ушла в бесформенный мир ты хочешь спросить как она умерла я точно не знаю адрия была одержима поисками тайных знаний она знала что не сможет воспитать ребенка дядя декарт думает что ее погубило нечто ужасное страх и безумие следовали за ней по пятам всю ее жизнь очень странно она называет декарда дяди декардом то есть есть и декарт ей приходится дядей то получается декарт является братом самой адрии декарда деда декарт выдвинулся по истории мы понимаем что декарт дядя декарт выдвинулся старый собор тристрамский там пытается найти ответ на свои вопросы так такая интересная пещерочка у нас там было новое имение которое мы получили где же она где же она вот его можно поставить вместо рук огненные детопыри очень много их умение тратит манны ну и вот наконец таки мы пришли к тристрамскому собору где находится наш дядя декарт собор уровень 1 здесь небесный огонь прожег землю снизу исходит странная магия следы небесной звезды которая упала и попала прямо в тристрамский собор но об этом мы уже узнаем в следующей части вот такой небольшой начальный дом получился на игру диабло 3 уже с дополнением на playstation 4 всем всего хорошего и увидимся в новых частях в новых частях Продолжение следует...